Элис Ву. Мы уже два года с ней знакомы. Она одной из первых поддержала инициативу Тордина Сикс, когда она в апреле 2019 года приехала в Баку. Нам было тогда всего два месяца, и это было наше первое международное событие. Элис провела у нас воркшоп для нашего художественного сообщества под названием «Навигация на рынки искусства». И этот семинар помог нашим участникам подготовиться к выходу на международный рынок искусства. А сейчас мы очень рады, что Элис присоединилась к нам на программе культурного акселератора. Она была среди первых людей, кто выразил согласие, кто она согласилась поддержать. И хочу пару слов сказать про Элис. Она выросла в США и в Тайване. Ее карьера связана как с Нью-Йорком, так и с Сан-Франциско. Сейчас она живет в Окленде. И она очень много работает с низовыми арт-сообществами. Она сама художница, дизайнер. Сегодня я буду модерировать дискуссии. Я очень рада быть с вами. Я очень благодарна за эту возможность пообщаться с каждым из вас и чем-то дополнить наш коллективный банк знаний. Как Асли уже сказала, мне повезло в 2019 году посетить Баку. Очень красивый город, очень красивая природа, Каспийское море. И очень много азербайджанских художников, молодых, которые, как мне кажется, заложат фундамент для бурно развивающейся сферы искусства в Азербайджане. На этом семинаре мы говорили о том, что любой человек может принимать участие в культурном процессе. И сегодня мы будем говорить об этом же. Наши эксперты сегодня представляют ключевые организации, которые формируют культурный диалог глобальный. Наши эксперты представлены на глобальном уровне. И мы услышим в том числе о том, как развивалась их практика. Я кратко представлю каждого из наших выступающих сегодня. И дальше передам им микрофон для короткой пятиминутной презентации. А после этого мы поделимся вызовами и решениями, с которыми сталкивается наша организация сейчас. Пожалуйста, пользуйтесь чатом, пишите комментарии, вопросы. Мы хотим, чтобы это обсуждение было инклюзивным, чтобы вы имели возможность участвовать. Мы будем следить за вашими вопросами, будем включать их в наше обсуждение. И, дорогие участники, вы также можете задавать свои вопросы. Хорошо. Теперь я перейду к нашим выступающим сегодня. Мэри Конлан, она подключается к нам сегодня из Ирландии. Она основательница и художественный директор Ворамстон Хаус в Лимерике. Она курировала и продюсировала 70 выставок с 300 художниками из 26 разных стран. Вал. Упет Мэри как художественного руководителя проекта «Креативная Европа». Мэри проводился в шести разных городах. Также она выполняет роль международного советника, консультанта. Мэри публиковала с большим количеством разных журналов. Сейчас она завершает написание своей докторской диссертации по курированию. Она работает не только в академии и не только с искусством и культурой. В прошлом году она начала сотрудничать с местным правительством. Большое спасибо. Сейчас выведу свои слайды на экран. Видите ли вы карту? Большое спасибо за такое лестное представление. Большое спасибо за то, что пригласили меня принять участие. Как уже было сказано, меня зовут Мэри Конло. И я художественный руководитель в Омстон-Хайпе. Сегодня я буду говорить о лидерстве, которое мне интересно. Это лидерство, основанное на контексте и укорененном в социальных процессах. Я надеюсь, что сегодня смогу поделиться с вами какими-то практическими советами. И в контексте нашего сегодняшнего обсуждения, я хочу сказать две вещи. Первое, если у вас есть возможность быть щедрым, обязательно делайте это. И второе, не ждите, пока вас пригласят, сами участвуйте во всех обсуждениях. Как вы видите на экране, мы расположены в самом сердце города Лимерик в Орландии. Мы находимся в самом центре. Это пространство было открыто студентами. Лимерик сейчас активно развивается. И этот культурный центр работает совместно с представителями местной индустрии, образовательных учреждений. Мы работаем в рамках общего проекта по джентрификации, по работе в заброшенных зданиях и возвращению к жизни. Здесь вы видите документ, в котором описана наша работа, в частности, наши принципы. Мы работаем в духе низовых инициатив, мы стремимся улучшить жизнь для местных жителей. С самого начала здание, которое группа художников заняла, было в их владении временно. И та программа уже закончилась. Наша организация единственная из оставшихся там. Теперь я хочу вам показать наш сайт. Здесь можно увидеть нашу программу. И если среди нас есть художники, обратите внимание на вкладку «Мембершип». Можно принять участие в членской программе, она абсолютно бесплатна. Мы используем модель коммерческой галереи для того, чтобы поддерживать профессионалов в сфере искусства. Это все началось в 2011 году. Мы затем перешли к более устойчивому методу совместной разработки программ с местными жителями. Нам было важно задействовать местную экспертизу. Во-первых, в 2014 году Лемерик был избран как столица культуры в 2016 году и в Европейской столице культуры в 2014 году как часть специальной программы по развитию культуры. Если вам это интересно, можно прочитать отчет о том, какое социальное влияние оказал этот проект. Лемерик – национальный город культуры в 2014. И вы увидите, как культура может создавать возможности для роста и для улучшения жизни города. Нам повезло, мы работали с самыми заметными художниками современной Ирландии. В частности, советую вам Денис Муакка Чайло, наш дорогой друг и выдающаяся художница. У нас есть несколько программ, включая резиденции, выставки и встречи с местным сообществом. Также мы просто являемся пространством, где можно проводить время, не нужно платить за вход, не нужно ничего покупать. Орстон Хаус – это безопасное пространство в нашем городе, и мы хотим, чтобы местные жители чувствовали, что это их дом. Мы всегда работаем с местным сообществом, и мы просим всегда обратную связь на все проекты, как от художников, так и от посетителей. Мы поддерживаем сообщество, мы предлагаем им различные схемы кооперации, коллаборации, и нам важно укореняться в местном сообществе. Для нас местные сообщества – это эксперты, мы их слушаем. Мы работаем в этом также с художниками, которыми нам удалось заручиться отношениями доверия. Вы можете также ознакомиться с нашим каналом на YouTube. Здесь вы можете найти записи, видеоинтервью с представителями нашего сообщества, они рассказывают о нашем проекте со своей точки зрения. Можете посмотреть эти короткие видео. Еще один наш ключевой партнер – это местное правительство, местный городской совет. Нам очень важно работать совместно с местным правительством в разработке политик. Мы показываем, как мы добавляем ценность как самому городу, так и региону. Нам важно поддерживать диалог с местным правительством. И очень скоро мы заключим сервисное соглашение, соглашение об услугах. В этом документе вы видите, как мы объединяем разные секторы – туризм, общественные организации, бизнес, розница, образование. И в завершение я скажу следующее. Надеюсь, что это нашим слушателям будет интересно. Я рекомендую ознакомиться с Public Participation Network – сеть вовлечения публики, которая публикует различные политики, различные советы. Я вхожу в этот совет в срок до 2024 года. Хорошо, я остановлюсь здесь. Простите, если я вышла из тайминга. Буду очень рада послушать остальных выступающих. Большое спасибо. Большое спасибо, Мэри. И я хочу напомнить нашей аудитории эти документы. Доступны на сайте Орстенхаус. Андреа Ягертага. Занимается социальным предпринимательством в своем родном городе. Третий крупнейший город Румынии и культурная столица страны. Андреа работает с музыкой, искусством, культурой. Также она является соосновательницей Амбассада. Это платформа для производителей любого рода. Это креативный хаб, креативный центр. Также она работает с сетью креативных городов, креативных центров по всей Европе. Ее самая последняя инициатива состояла в том, чтобы создать гибридное пространство для творческих людей. Андреа, нам будет очень интересно послушать больше о том, как развиваются эти низовые инициативы. Элис, большое спасибо. Я очень рада участвовать в сегодняшнем обсуждении. Я постараюсь максимально коротко сделать свою презентацию, чтобы у нас осталось время на обсуждение. Надеюсь, что вам видно экран. Я начинаю презентацию с Амбассада, потому что именно так мы познакомились с Тардиной Сикс и с Асли. Амбассада – это один из проектов, который показал нам важность пространства. Мы начали свою деятельность в 2006 году. Тогда мы были группой молодых людей. Нам было 19-20 лет. Мы работали в разных сферах. Мы обучались разным профессиям. И что для нас было важно – создавать решения и альтернативы для нашего сообщества. И формировать культуру. Хотя среди нас были также студенты-юристы. Я изучала психологию. Были студенты медицинского университета. У нас была очень разнообразная группа. И разнообразие по-прежнему – это важная ценность для нас. Мы также проводим ПЛАЙ-фестиваль на 100%, который проводится усилиями волонтеров. Эта деятельность и вдохновленность этой деятельностью заставила нас уйти с постоянной работы и заняться социальными проектами. В рамках этого центра мы даем возможность художникам представить свои работы для самых разных аудиторий. Также мы сплачиваем аудиторию, помогаем людям знакомиться друг с другом. Для нас это долгий путь создания долгосрочных устойчивых изменений. Вся наша деятельность началась с нашего энтузиазма. Нам было интересно искать решения. Но нам важно, чтобы люди, с которыми мы работаем, разделяли бы наши ценности, качество жизни, развитие сообществ и так далее. В Амбассаде мы работаем действительно с сообществом представителей творческих профессий, ремесленников, но не только. Мы работаем с более широким сообществом. Нам важно обсуждать существующие проблемы и помогать сообществу переходить на следующий уровень и идти дальше. Мы довольно небольшая команда, но мы работаем с волонтерами. И у каждого проекта есть своя команда. Один из социологов, с которым мы работаем, оценил нашу работу как равноправие или самоорганизацию. В зависимости от проекта мы можем менять роли, можем занимать на примере позиции проект-менеджера на одном проекте и просто участника команды на других проектах. Эти три элемента очень для нас важны. И благодаря им мы смогли осуществить различные платформы, разные проекты. И ПЛАЙ, например, это то, с чего все началось. Это фестиваль на 100% основанный на волонтерских усилиях. И это было определенным ответом на мероприятия бесплатные, которые проводило правительство, очень низкого качества. При этом мы работаем с администрацией, мы тоже создаем бесплатные мероприятия, но высокого качества, например, джазовые фестивали, музыкальные концерты. При этом мы работаем с очень разнообразной публикой, предлагаем доступ к музыке, которая, возможно, могла бы показаться эксклюзивной, как будто бы подходящей не для каждого. Нам важно, что наша аудитория – это не обязательно любители джаза, это люди, которые гуляют по центру города и хотят задержаться и послушать хорошую музыку. Мы также были европейской столицей культуры, и наша программа в рамках этого проекта состояла в том, чтобы работать вместе с сообществами и облагораживать заброшенные пространства, например, гавань городскую. Нам было важно, чтобы у каждого была возможность поучаствовать в культурном производстве. Мы работаем с заброшенными пространствами. Фотографии вы видите на экране. Мы работаем с большим количеством таких зданий. Это коммунистическое наследие. В Румынии, к сожалению, есть тенденция забывать об этих зданиях, забрасывать их или стирать их с лица земли. Но нам кажется, что если мы просто отказываемся от этого наследия, то мы теряем свою идентичность. Поэтому в рамках амбассада мы хотим поддерживать этот нарратив тоже, эту историю. Также мы работали в фабрике по производству шляп. К сожалению, это здание снесли. Сейчас мы переехали в здание другое. Нам важно поддерживать предпринимательский дух. И нам важно, чтобы наши инициативы были устойчивыми, чтобы в каждой инициативе была какая-то бизнес-модель, модель устойчивого развития. Это не потому, что нам так нравится бизнес. Мы это сделали из необходимости. Мы хотели, чтобы проект сохранялся, чтобы проект развивался, чтобы проект продолжал существовать. Нам кажется, что наша работа очень ценна, потому что, когда она исчезает, то это чувствуется, чувствуется эта лакуна. Мы постоянно создаем что-то новое. Нам важно работать с физическими пространствами. И когда мы только начинали и работали еще только на этапе идеи, нам показалось, что нам доверять никто не будет, кредита доверия у нас еще не было. Вот проект, который возник во время пандемии. Это использованные контейнеры, как вы видите, которые превратились в пространство для креативных предпринимателей, художников. Сейчас у нас есть 12 резидентов, которые оплачивают аренду. Во время пандемии, во время локдауна, мы поняли важность местных сообществ, как важно продумывать модель устойчивого развития. И сейчас это актуально как никогда. Нам по-прежнему важно, чтобы местные сообщества поддерживали то, что мы делаем. Или, по крайней мере, хотя бы знали о том, что мы делаем. Это тоже было проблемой. Также мы запустили проект по апсайклингу. Мы работаем очень часто с НКО, который работает с социальными проблемами. Это часть реальности в Румынии. Мы работаем с людьми, которые содержатся либо в ПНИ. Это наша печальная реальность. Примерно 17 тысяч взрослых людей содержатся в таких заведениях закрытых, потому что они либо были рождены сиротами, либо они оказались в детстве сиротами, либо у них есть та или иная форма инвалидности. Мы работаем с такими людьми для того, чтобы давать им трудоустройство. При этом важно, что мы не художники, мы не социальные работники, но мы это некая смесь, некий микс всех этих важных элементов. Мы находимся в привилегированной позиции, в которой мы стараемся объединить все эти элементы и создавать долгосрочные изменения. Мы используем эмпатию, мы всегда обращаем внимание на влияние, которое мы хотим оказать, и ответственность – это тоже очень важное для нас слово. В рамках наших моделей мы всегда пытаемся определить, где возможны действия, мы создаем прототипы, мы вовлекаем в обсуждение как можно больше разных людей, и мы стараемся вовлечь действительно всех. Мы пока еще не добились всех целей, которые мы поставили перед собой, но мне кажется, что в нашей культуре просто запустить диалог – это уже очень важно. И дальше мы можем предпринимать малюсенькие шаги в ту сторону, куда мы хотим двигаться. Вот, если коротко, то, чем мы занимаемся. И я буду очень рада послушать Джеймса и буду рада ответить на ваши вопросы. Большое, Андрея, вам спасибо. Вы показали, как социальные проекты поддерживают ценность сообщества и поддерживают людей вне зависимости от их роли в обществе. И спасибо, что вы сделали упор на устойчивом развитии. Наш следующий гость сегодня – Джеймс Брэдберн, который подключается к нам из Милана, Италии. Пинакотека Брэра с 2016 года он работал в ней. Джеймс – музеолог, архитектор, дизайнер. Его карьера развивалась три десятка лет в разных странах по всему миру. Он занимался международными выставками, научными парками, исследовательскими проектами, в том числе проводил конференции для ЮНЕСКО, работал как с правительствами разных стран, так и с частными учреждениями. Сейчас он занимается просветительской деятельностью среди музейных профессионалов. Джеймс, в том числе, осуществил глубинные структурные изменения в нескольких крупных учреждениях культуры. Джеймс, пожалуйста. Большое спасибо. Большое спасибо за представление. Да, все верно. Музей, за который я сейчас отвечаю, директором которого я являюсь, является в том числе частью Национальной библиотеки. Я отвечаю за Национальный музей и за Национальную библиотеку. Я был вовлечен в несколько трансформационных проектов. Я не буду показывать никакие иллюстрации. Я думаю, сейчас это слишком бы много времени заняло. Я хочу за пять минут, наверное, резюмировать свою борьбу, которую вел последние три тысячи лет. По-русски есть такая поговорка, пять минут – это ни много, ни мало. Насколько я знаю, это из известной песни. И сейчас я постараюсь резюмировать то, что необходимо для трансформации. И в завершение я расскажу о музеях, которыми я сейчас занимаюсь. Это, конечно же, не стартап. Это один из самых важных, самых авторитетных музеев в Италии. Поэтому важно понимать, что речь пойдет не о стартапе. На последних слайдах уже в завершении. Но я надеюсь, что я смогу показать вам интересный пример того, как можно менять динозавров. Сейчас я постараюсь вывести слайды на экран. Все ли работает? Видите ли вы слайд? Прекрасно. Сейчас я поставлю таймер для того, чтобы не выйти из отведенного времени. Хорошо. Завожу секундомер. Чего мы хотим сделать, когда мы запускаем какие-то изменения? Мы хотим сделать лучшее. Мой научный руководитель сказал, единственный повод что-либо делать, сделать это лучшее. И цель состоит в том, чтобы создать обучающуюся организацию, которая сама учится, потому что люди стареют, институция меняется, общество меняется, контекст меняется. Наша задача создать не что-то для сейчас, а что-то, что сможет в будущем быть актуальным. То есть наша организация должна быть рефлексивной, отзывчивой, ответственной, экспериментальной. Но это все зависит от миссии, потому что первое, что вам нужно сделать, нужно сформулировать, о чем вы вообще, чем вы занимаетесь. И это одна из самых сложных задач в нашей работе. Вы выделяете финансовые ресурсы, недвижимость под что-то, и важно понимать, что это такое что-то. Сейчас я хочу обратиться к Макиавелли, государь, если вы хотите понять, почему люди сопротивляются переменам, почему люди мешают вам, пытаются вам что-то доказать. Вам нужно заглянуть за поверхность, что там находится. Это не что-то красивое, но если вы с этим не разберетесь, то поддержки вы не получите. Первое, что я хочу подчеркнуть в тексте Макиавелли, есть люди, которые уже хорошо строились в системе, они меняться не хотят. А те люди, которые хотят внедрять изменения, не знают до конца, к чему они стремятся. Нужно всегда работать с теми людьми, которые сопротивляются изменениям. Нужно так или иначе с ними разбираться. Мне кажется, что это самая полезная книга для менеджера государь Макиавелли. Следующая идея для меня важная – несинхронизация. Например, ваш отдел финансов не считает, что нужно финансировать какой-то проект, потому что им не кажется, что проект, который вы предлагаете, вообще валиден, вообще имеет смысл. И это, в свою очередь, связано с непрозрачностью. Чаще всего есть конфликты, которые даже не очевидны на поверхности. В некоторых культурах, например, в английской культуре, британской культуре, люди с улыбкой скажут, да, все прекрасно, а потом идут в офис и подкладывают вам свинку. Это уродливая механика осуществления изменений. Но если вы этого не поймете, то изменений вам не добиться. Вы просто не поймете, почему вас подставляют. Следующее. Компартментализация, разделенность на делы, на задачи. Что это значит? Правая рука не знает о том, что делает левая. И если коммуникации нет, то это тоже будет мешать вам осуществлять изменения. Даже если изначально люди, может быть, не хотели ничего плохого. Просто такое создание изолированных герметических отсеков, фрагментация, так или иначе, будет вам мешать. И вы, наверное, все сталкивались с этой ситуацией. Вы чего-то бросите от людей. И один отдел передает тех заданий другому отделу, и дальше третьему, и дальше запускается бесконечный. Процесс согласований. Третье. Стремление избежать риска. Это особенно справедливо для государственных учреждений. Им кажется, что риски можно свести к нулю. Это абсолютная глупость. Риска избежать нельзя. Четвертое. Инерция. Мы всегда работали именно так. Зачем нам меняться? И возвращаясь к Макиавеллю, действительно, системы, которые мы наследуем, работают для каких-то людей, для каких-то людей являются привилегированными. И это, на самом деле, глобальный вызов. Привилегии, которые мы унаследовали. Мне кажется, я больше всего плюсов получил от унаследованных привилегий среди наших выступающих. И важно помнить об этом. И пятый пункт, который, мне кажется, важным, это идея функционера, функционарио по-итальянски, функционер по-французски. Предположение о том, что люди равноценны и взаимозаменяемы. Так можно относиться, например, к музыкантам. Музыкантов нанимают за то, что они умеют играть на каком-то инструменте. И считается, например, что в оркестре музыканта можно свободно менять, но это не касается... На самом деле, это не так. Люди – это не винтики в машине. Если мы возьмем музей, нельзя просто взять и заменить людей, ожидая, что они просто выполняют свою функцию. И оркестр тоже работает не так. Драйверы изменений. Что подталкивает изменения? Важно делать проблемы открытыми для того, чтобы их можно было обсуждать. Важно указывать на их. Один из моих коллег говорит, документ – это общественное пространство, это как пьяца, место, где можно высказываться. Если вы документы прячете, если они где-то хранятся у вас отдельно, никто их не видит, то это, в свою очередь, вызывает очень много дисфункций. Здесь я хочу вернуться к вопросу сопротивления. Как с этим работать? Вам нужно разработать убедительные метафоры, убедительные идеи, так, чтобы люди чувствовали, что они могут плечо к плечу двигаться вперед, как в весельной лодке, в сторону вашей идеи. И это самая сложная задача, я полагаю, которая стоит перед кем-либо из нас. У каждого должно быть ощущение, что они работают для какого-то большего блага. В нашей работе это, возможно, более очевидно, чем в других работах, в других профессиях, но, тем не менее, забывать об этом нельзя. Менеджер – это не механик. Вы не просто меняете какие-то запчасти в машине. Хороший менеджер – садовник. Вам важно понимать, в каких условиях может произрастать каждое растение, в каких условиях может произрастать каждый проект. Важно пересаживать растения, если им стало тесно там, где они сейчас. Менеджмент – это садоводство. Инклюзивность, инклюзивная коммуникация, прозрачная коммуникация. Классическая матричная организация, структура управления вертикальная. Но это не означает, что коммуникация также происходит. Это не означает, что информация также распространяется. Информация должна распространяться горизонтально. Риск – чем больше риск, тем больше исследований надо проводить. Если вы чувствуете, что в этот проект зашит сильный риск, идите к своим аудиториям, посоветуйте с ними, поговорите с ними. Слушание – это еще один фундаментальный аспект менеджмента управления. Слушание – это самый главный навык, который игнорируют в государственном секторе, в общественном секторе. Я вижу, что, если говорить про государственное учреждение, повсюду никого не уважают, начиная от гендиректора, заканчивая уборщицей. И в завершение три слайда о том, чем мы занимаемся сейчас после пандемии. Идея в каком-то смысле очень простая. С одной стороны, ничего не меняется, с другой стороны, меняется все. Музеи не определяются своими коллекциями. Важно, что музей с этими коллекциями делает. Музей – это гостиная для сообщества. Это наши воспоминания, это наш дом. Это не про туризм, это не про доход, не про прибыль. Это как больница, наше общее место. И наши дома тоже являются музеями, потому что мы что-то в них храним. Наши дома, в наших домах мы болеем, выздоравливаем, общаемся. Все общественные институции принадлежат сообществу. Это общее пространство. После коронавируса нам нужно будет поменять видение роли посетителя. Не потребление, а участие. Если это ваш дом, нельзя бояться в нем дышать, если вы в него приходите. Мы посещаем музеи с детства до старости. Может быть, я хочу сходить в музей, потому что у меня близкий человек умер, ушел из жизни, и я хочу посмотреть на что-то красивое. Или я хочу прийти в музей для того, чтобы что-то узнать. Музеи должны быть открыты 24 на 7. Мы должны работать онлайн. Слава Богу, мы освоились в онлайне благодаря пандемии. И, разумеется, это онлайн присутствие необходимо поддерживать и после пандемии. Это должно стать так же привычно, как использование Spotify на телефоне. Но, конечно же, это не заменяет живые мероприятия, концерты, например. Вам важно понять, что вы можете сделать только в музее, а что вы можете делать только онлайн. И вот эта информация онлайн будет доступна 24 на 7. Это означает, что для нас уже важны не посещение, а использование. Теперь вы покупаете не просто билет, а что-то другое, возможность участия или членства. То есть, например, когда вы покупаете iPhone, вы покупаете просто устройство, которым можно пользоваться. А в моей метафоре представьте, что вы покупаете акцию iPhone. Вы становитесь акционером Apple. То же самое касается музеев. Именно поэтому в музее внедряют различные программы лояльности, членства. Библиотеки также работают. Мы все берем в библиотеке абонемент, некая программа членства автоматически. К сожалению, не все музеи так работают. Необходимо слушать ваших посетителей. Это не клиенты. Вы их не обслуживаете. Это люди, у которых есть членство в вашей организации. У них есть право быть услышанными. Люди имеют право на то, чтобы, если они купили программу членства, если они являются частью сообщества, они должны быть представлены в совете директоров. Музеи должны активно работать со своим сообществом. К сожалению, сейчас это не так часто происходит. Музеи по-прежнему остаются консервативными, буржуазными институциями, которые обслуживают средний класс. И так будет продолжаться до тех пор, пока члены сообщества не смогут сесть за стол переговоров и не получат доступ к обсуждениям. У меня все. Подписающее. Большое спасибо. Очень много пищи для размышлений. Джимс показал нам ценность выдающейся визуальной метафоры. Вернулся к государю Макиавелли. Обязательно надо перечитать этот текст. Спасибо за то, что вы говорили о смирении и о смелости. У нас очень много вопросов к каждому из вас. Как в наше время выглядит лидерство? Джеймс, вы отвечаете за очень-очень большую организацию. Вы капитан большого корабля. Расскажите, пожалуйста, о том, с какими вызовами вы сталкиваетесь и как вы с ними справляетесь. Ну, конечно же, не забывайте, что я присоединился к команде этого музея как иностранец. Это была первая инициатива в Италии на конкурсной основе нанимать международных директоров музеев. Раньше в основном это были люди, которые учились в одних и тех же учреждениях. В 2014 году произошла революция. 20 директоров было уволено и были наняты другие люди в результате международного конкурса. Мне не доверяли, потому что, во-первых, я не искусствовед, я иностранец, я архитектор по образованию. Поэтому по всем фронтам мои слова спаривали, мне не доверяли. Мне, разумеется, было важно ознакомиться с историей институции, в которой я работаю, это выдающаяся история. И, например, у нас была первая женщина-директор. Она попала в тюрьму за то, что помогала евреям в Италии. Всех этих людей, к сожалению, забыли. Всех этих выдающихся людей забыли. Это странно, что англо-канадец сейчас возвращает Италии память о выдающихся директорах музеев. Сейчас мое видение как директора это социальный активизм, работа с сообществом. Первое, что я сделал, я остановил выставки. Я сказал, мы больше такие выставки не проводим. У нас есть, разумеется, постоянная экспозиция. Сейчас у нас есть программа «Музей у вас дома». Мы предлагаем людям провести такую инвентаризацию, посмотреть, что у них есть дома. Мой главный вызов – это то, что я был аутсайдером по всем фронтам, но, парадоксально, мне удалось вернуть музею, сообществу историю, которую они сами забыли. Большое спасибо. Ценность слушания подчеркивалась каждым из вас. Я слышала это слово в разных презентациях. Мне кажется, каждого из вас троих. Теперь я хочу передать слово Андреа. Расскажите, пожалуйста, как происходит общение с вашими стейкхолдерами. Я бы сказала, что это общение принимает разные формы, но в текущей реальности, в которой мы все сейчас живем, мы живем в сложное время, когда эта коммуникация может легко быть разрушена, когда мы можем стать изолированы друг от друга. Поэтому для нас очень важно всегда использовать эмпатию по отношению ко всем стейкхолдерам, с которыми мы общаемся. есть и такие стейкхолдеры, которые выглядят очень отстраненными, и с ними общаться не так просто, поэтому мы всегда начинаем с упражнения на эмпатию, особенно когда мы работаем с правительством в нашем случае. к сожалению, очень, если к тебе обращаются как-то не так, очень легко просто отзеркалить это, огрызнуться, но нам кажется, что важно взращивать новые подходы в общении, что нам помогло ментально, и в смысле нашей мотивации, нам помогло попытаться понять их реальность, попытаться сформировать эту коммуникацию, эти отношения, которые основаны на слушании, на передаче информации, учитывая все эти различные реальности, в которых мы живем. очень много эмпатии и работа с самим собой. Поэтому нам важно открыто и с эмпатией работать со всеми стейкхолдерами. Спасибо за то, что вы сказали про то, что важно поддерживать друг друга в общении и проявлять эмпатию для взаимного благополучия. Мэри, как можно создавать доверие? Отличный вопрос. Хочу сказать спасибо Джеймсу и Андрею за ваши презентации. Мне они очень понравились и многое из того, что вы сказали, откликалось с тем, с чем я работаю. Мне это было очень интересно услышать. Если говорить о создании доверия с теми, кто предоставляет финансирование, важно понимать, что есть отработанные механизмы. Чаще всего это государственные деньги, какие-то уже установленные системы, и нам очень важно абсолютно прозрачно показывать, как эти деньги тратятся. Обычно это очень-очень тщательный процесс назначения денег и дальше отчеты по тому, как мы этими деньгами распоряжились, например, в Уорстон-Хаус. В этом году мы переходим на новое законодательство, мы становимся charity organization, благотворительная организация, но в любом случае мы работаем с деньгами налогоплательщиков, нам нужно быть прозрачными в том, как мы ими распоряжаемся. Также нам кажется очень важным платить художникам столько, сколько они заслужили и не ожидать бесплатного труда ни от художников, ни от любых других профессионалов. В течение нескольких лет, сколько мы работаем, доверие постепенно взращивалось, и если вы находитесь в диалоге с сообществами, с художниками, то ваша программа будет так или иначе отражать их интересы. говорить про тех, кто занимается разработкой политики развития, вот это очень интересно. И здесь я, наверное, вернусь к тому, что я говорила в своей краткой презентации, а именно создание сети общественного вовлечения. Мы работаем с местным правительством, и мы в том числе организуем сессии обсуждения так, чтобы местное сообщество могло так или иначе давать свою обратную связь или влиять на те правила, на те политики, которые принимаются. Таким образом, мы взаимодействуем с местными политиками. Это, опять же, способ раскрывать пространство диалога, и для нас это важно, и мы всегда это подчеркиваем. У каждого может быть своё мнение по тому, как нужно действовать, но важно обсуждать то, что важно для нас всех, и какие цели вообще мы можем поставить перед собой. Нам кажется, очень важно не запираться в свою башню и слоновые кости, обязательно выходить из своих стен, общаться с правительством, с местными сообществами, с бизнесом, с обществом, в общем-то. Мы делаем вклад в жизнь общества. вкладывая, вкладывая, or private what you're really doing you start always not with what you need but you start with what they want um and and that's where by the way you discover sometimes you have to walk away from support if somebody wants something you can't give rather than try to bend out of shape to give it you should just say no i'm sorry this isn't you're not the right supporter for us this happens all the time you have to have the courage to walk away you go and you say look what what is it that you see what where what brought you here what is it that you see and you want and around that discussion you map what you can do or are doing the correspondence if there's a value fit you go ahead obviously transparency accountability and trust is built over doing what you said you were going to do but the even before that you actually have to establish that there is a value fit between the that person giving you support whether that's in kind or or in cash and if there is a value если в этом есть ценность если это развивается устойчиво то вы продолжаете и те же самые наблюдения применимы и к бизнесу когда вы работаете с партнерами вы не хотите получить какое-то одноразовое финансирование. Вы хотите, чтобы это партнерство стало постоянным. И это, разумеется, очень важно. Ситуации разные бывают. Иногда проект получается успешно, иногда нет. И всегда важно просто развивать эти отношения, поддерживать пространство диалога. Если что-то идет не так, надо это обсудить. Можно это проговорить. Да, вот здесь все пошло не так, как мы ожидали. И те же принципы применимы и к работе с сообществом, и к работе с вашими спонсорами. Я на 100% согласна с Джеймсом. Я бы хотела поделиться еще парой слов, которые я не упомянула в своем вступительном слове. я говорила о том, что у нас очень много разных инициатив. И пару лет назад над нами нависла угроза, что мы потеряем то пространство, в котором мы сейчас находимся. И мы запустили общественное обсуждение. Например, на местном радио начали об этом говорить, в местных СМИ об этом начали говорить. И мы использовали это как возможность обсудить в целом ценность искусства и культуры. И местный фонд благотворительный дал нам половину суммы, необходимой для того, чтобы выкупить это здание. Мы его сейчас приобрели в ипотеку и подписали договор, в котором описано, что в ближайшие 30 лет мы совершенно точно будем продолжать здесь работать. И для меня это, опять же, про поддержку сообщества. Если бы не эти люди, если бы нас не поддерживали, если бы за нас не вступились, то мы бы не смогли получить это здание назад. Но для этого, опять же, нам было нужно показать свою ценность и вообще ценность искусства и культуры. Для нас всех эта ситуация была очень трогательной. Мы поняли, что важно для людей. Мы поняли, на что они обращают внимание. Важно, чтобы те, кто принимает решения, также были вовлечены в этот разговор. Это те комментарии, которые я хотела добавить. После 10 лет такой прикарности, незакрепленности за этим зданием, сейчас у нас совершенно точно есть наша площадка на ближайшие 30 лет. Большое спасибо за то, что вы этим поделились. Хотите ли вы сказать что-то в завершении? Андрея, может быть, пожелание или вопрос? Я хотела добавить кое-что к комментариям Мэри и Джеймса. Если бы был какой-то рецепт успеха, то я бы тоже им поделилась. Но мне кажется, что никаких секретов здесь нет. Это просто развитие долгосрочных партнерских отношений. В нашем случае у нас очень много поддержки со стороны частного капитала. Государственное финансирование для нас вторично в этом смысле. Мы стараемся развиваться устойчиво. Мы стремимся в диалоге с властью продержащими, скорее менять законодательство, а не получать от них деньги. Мы постоянно поддерживаем связь с сообществом, постоянно проводим картирование стейкхолдеров, ресурсов. Это является ключевой частью нашей деятельности. Это необходимо для долгосрочного влияния на жизнь общества. Что еще сказать? Мы живем в особенном контексте сейчас, но мне кажется, что вот это упражнение, когда мы вместе собираемся, и когда мы делимся хорошим и плохим, просим помощи, неважно, в каком уголке мира мы находимся сейчас, мне кажется, это самое важное, что может быть. И сила глобального международного сообщества – это то, что может нас поддержать. И неважно, в каком масштабе мы работаем, может быть, это какая-то маленькая инициатива, индивидуальная, неорганизованная, неструктурированная, или, может быть, это гигантская структура. Все это нам нужно. И нам нужно использовать такие возможности для встречи. Нужно больше встречаться онлайн для того, чтобы подзаряжаться друг от друга. Большое вам всем спасибо за сегодняшнее обсуждение. Мой финальный комментарий будет таким. На самом деле, три очень коротких пункта. Во-первых, несколько лет назад мы приняли решение не проводить выставочную программу. Просто так мы решили отталкиваться от потребностей. Это очень важно. При этом также скажу, очень важны потребности команды. Важно следить за тем, чтобы команда не случилась. В огорании. Хочу подчеркнуть необходимость отдыха. И об этом важно говорить. Об этом важно говорить в нашей современную эпоху. Необходимо не... Не нужно погибать под молотом. Постоянные работы. Необходимо давать время восстанавливаться. Также я в завершение хочу сказать, что такие программы, как Cultural Accelerator, проходят в том числе благодаря сети культурных центров, которые помогают организовать нашу сегодняшнюю встречу. И я посещаю эти встречи, и я вижу общие темы, которые всплывают со стороны всех организаций, как больших, так и маленьких. Первое – это быть добрым, и второе – быть терпеливым как к себе, так и к своей команде. Остановлюсь на этом. Что же, видимо, пришла моя очередь. Большое спасибо за это обсуждение. Что я замечаю в нашем обсуждении, и я очень часто это вижу, мне кажется, важно это подчеркнуть, мы испытываем давление, испытывать метафоры, идеи, процессы других людей. В 80-е нас заставляли думать о посетителях, как о клиентах, потом нас заставляли думать о том, какие клиенты возвращаются, какие нет, если у нас лояльные клиенты. И да, разумеется, нам важно показывать, что мы ценны для сообщества. Это безусловно, но мне кажется, нам нужно быть очень осторожными с этим багажом метафор, которые на нас обрушивают. Я призываю вас думать о том, как вы видите мир, как вы осмысляете мир. Например, понятие успеха. Я бы тоже советовал с ним быть осторожным. Это не состояние, к которому мы стремимся, в котором мы хотим оказаться. Это не результат, которого мы ищем. Мне кажется, правильно придерживаться своих ценностей как команды, уважения, жизнестойкость, слушание, эмпатия. И это, в свою очередь, будет вести вас, направлять ваши движения. И все, что вы будете делать, станет не результатом, а неким работающим прототипом. Я уже не молод. Когда-то я был молод. И я вижу, что многое изменилось за это время. И мое видение мира тоже меняется, хотя у меня есть и свои привычки тоже. Я надеюсь, что очень скоро кто-то в мире культуры возьмет все и перевернет, а начнет все делать иначе. Пожалуйста, не застревайте в своих привычных способах работы. Ваша аудитория меняется. Общество меняется. Культура меняется. Меняет все. И вы, как хороший садовник, можете просто наблюдать за тем, что происходит. Важно не цепляться за то, к чему вы привыкли. Важно следить за ростом и за ценностями. У нас есть ценности, например, толерантность, терпимость, поддержка. Придерживайтесь своего морального компаса. А все остальное произойдет из этого. И хочу, конечно же, процентировать Стива Джобса. Stay hungry, stay foolish. Оставайтесь голодными, оставайтесь глупыми. Не застревайте в привычках и оставайтесь легкими на подъем. И тогда мы сможем создать тот мир, который мы все хотим видеть. Большое спасибо. Мне кажется, это было прекрасное завершение. Большое спасибо всем участникам нашего обсуждения. Спасибо за то, что вы делились сегодня тем, что вы любите. Вы делились своими наблюдениями. Андрея, Мэри, Джеймс, большое вам всем спасибо. Вы дали нам очень много пищи для размышлений. Вы говорили о верности, собственным ценностям, о приверженности своей работе. Вы показали, что вызовы могут сплотить сообщество и социальную ткань. Общество, я призываю вас следить за грядущими сессиями культурного акселератора. Надеюсь, что вы будете продолжать учиться. Амбассада, пинокотека Эбрера, Орстон Хаус. Прекрасная организация. Вы можете следить за тем, что они делают в интернете. Дорогие наши слушатели, спасибо за то, что вы с нами были все это время. И, конечно же, я очень благодарна нашим организаторам TransEurope Halls и Tardino 6 и нашим переводчикам. Большое спасибо за то, что вы помогали нам сегодня общаться. Спасибо за эту программу. Большое вам спасибо. Спасибо за эту прекрасную, очень вдохновляющую сессию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!